Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Хабар. В студии работают Алмаз Ашим и сурдопереводчик Виктория Антонишина. Я назову несколько тем, о которых мы будем рассказывать. В стране стартует предвыборная кампания кандидатов в президенты страны. Нюансы электорального процесса обсудим с экспертами в ток-шоу «Итоги». Да будет свет в Минэнерго намеренно поднять тариф на электричество почти на треть. За народной мудростью в столице презентовали сборник казахских пословиц и поговорок на венгерском языке. Обо всем по порядку. Для начала премьер-министр нашей страны Алихан Смаилов призвал страны Евразийского союза устранить барьеры в госзакупках. Это позволит решить вопросы по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, а также развить транспортную логистику и другие вопросы населения и бизнеса. Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев превысила 17 миллиардов долларов. В целом же наша республика увеличила экспорт обработанной продукции на 64%. При этом номенклатура со временем расширяется. Вместе с тем глава Кабмина добавил, что необходимо решить вопрос функционирования национальных режимов в госзакупках. Отмечу, единые правила, предусматривающие требования к производству товаров, были приняты еще в 2020 году. Премьер-министр также призвал ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать тех регламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка Союза. Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения – это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров. Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках. Договорились об устранении 11 барьеров до первого квартала 2023 года. Конечно, казахстанские предприятия должны это воспринять как сигнал к тому, что работа, которая проводится на площадке комиссии, она проводится именно для обеспечения свободного доступа на рынки евразийских стран. Также было принято решение о начале проведения пилота по использованию навигационных пломб при перемещении товаров в Кыргызстан через Казахстан Российскую Федерацию. Эти меры нам необходимы для того, чтобы избежать лжетранзита. Разную зарплату казахстанцам и иностранцам платили сразу на 64 предприятиях страны. Факты нарушения трудового кодекса выявили инспекторы в ходе проверок. Работодателей в итоге оштрафовали. На брифинге сотрудники отметили, сотрудники Комитета труда и социальной защиты населения. По законному наниматель обязан обеспечивать работникам равную оплату и производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации. Показала проверка также ряд других нарушений. Например, незаконное привлечение к работе иностранцев и несоответствие их образования занимаемым должностям. Там участились случаи задержки выплаты зарплат. Около 60 предприятий на сегодня задолжали сотрудникам больше миллиарда тенге. Для повышения результативности погашения долгов по зарплате в законодательство внесены изменения, по которым предписания о необходимости выплат зарплаты имеют силу обязательного исполнения. То есть, если работодатель не погасит долг до истечения срока действия предписания, документ передается частным судебным исполнителям для принудительного взыскания. С начала года передано уже 47 таких материалов. Павлодарская область станет хорошей площадкой для реализации новелл социального кодекса. Уровень цифровизации региона позволяет внедрить в работу его главный инструмент – цифровую карту семьи. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев, прибывший в регион в составе мобильной группы для разъяснения жителям области основных тезисов послания главы государства. Цифровая карта семьи будет сопровождать гражданина на протяжении всей жизни. За счет карты станет удобно получать госуслуги как по принципу единого окна, так и гарантированную господдержку. По словам Олжас Ордабаева, все это делается для удобства людей, которым теперь придется ждать своей очереди только в поликлинике. Дальше весь процесс автоматизирован. Это инструмент, который позволит с помощью различных баз данных, государственных баз данных, выявлять именно людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, людей, которым предназначены те или иные государственные меры поддержки, такие как выплаты по беременности и так далее. В Минэнерго намерены поднять тариф на электричество почти на третье. Об этом сегодня заявил глава ведомства Булата Пчулаков. По его словам, в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электричества с текущих 590 тысяч тенге за 1 мегаватт в месяц до 885 тысяч. Это позволит привлечь дополнительные 35 миллиардов тенге в год. Министр подчеркнул также, что отдельных категорий потребителей планируют субсидировать адресно. Госпомощь будет направлена социально незащищенным слоям населения по аналогии с АСП. Кроме того, глава Минэнерго добавил, что сейчас ведется работа по внедрению единого закупщика электроэнергии. Если единый закупщик, допустим, мы сможем его внедрить, что он дает? Он дает возможность собрать всю электроэнергию, исключая какой-то либо сговор, либо посредничество на рынке и контролируя цену. Соответственно, это приведет к какой-то оптимизации с точки зрения энергоснабжающих организаций и вполне, кстати, возможно, может снизить стоимость электроэнергии. В Усть-Каменогорске реанимируют самый крупный в регионе долгострой. За счет дотации из областного бюджета в городе продолжат строительство учебного центра из 13 корпусов, которое было приостановлено на целых 10 лет. В 2011 стройку инициировало Министерство образования и науки. Заручившись республиканским финансированием, кураторы проект похитили свыше 900 миллионов тенге. По факту, практически достроенное здание в связи с коррупционным скандалом законсервировали, а чиновники были осуждены за растрату. В итоге оживить и использовать объект по прямому назначению рассчитывают уже на областном уровне. После всех необходимых экспертиз и последующих восстановительных работ там создадут школу-интернат для одаренных детей. Стройка началась в 2011 году. В 2012 вроде как к завершению все шло, но обрушилась крыша в здании столовой. Пошли проверки и выяснилось, что многие работы были проведены фиктивно. То есть акты выполненных работ подписывались, а реально работы сделаны не были. Старта этому объекту мы дали. В ближайшее время будут проведены необходимые юридические процедуры и со следующего года, я надеюсь, что в конце следующего года, возможно, мы захватим небольшую часть 2024 года. Это замечательно. Школа будет введена в эксплуатацию. В городе Балхаше, Карагандинской области, планируют построить новый полигон для твердых бытовых отходов. Сейчас разрабатывают проектно-сменную документацию. Работы начать планируют через год. Из областного бюджета на это потребуется порядка 4 миллиардов тенге. Существующий полигон рассчитан только на жителей города и не учитывает отдыхающих. С учетом же того, что озеро Балхаш вошло в топ-10 туристических мест нашей страны, к 2025 году количество приезжающих, по прогнозам специалистов, должно увеличиться в 2,5 раза. Пропорционально этому вырастет также объем производимого мусора. Тем временем в городе активно убирают и несанкционированные свалки. Недобросовестные, в том числе и те, кто выполняет работу по ликвида, от вывозу мусора, где-то выигрывают тендеры, возможно, и вывозят не на полигон, чтобы не платить деньги, а где-то рядом, где на первый взгляд не видно, но если туда дальше заехать, очень большое скопление мусора. Также это сами жители. Уже сегодня начинается предвыборная кампания кандидатов на пост президента. К этому часу пока ЦИК официально зарегистрировала шестерых. Это действующий глава государства Касым Жамар Токаев, Мейрам Хажикен, выдвинутый Содружеством профсоюзов Казахстана Аманат, от партии АОЛ Жигули Дайрабаев, Харахат Абдиен от Национального альянса профессиональных социальных работников, Салтанат Турсымбекова от Республиканского общественного объединения Хазах Аналаре Дастургежол. Шестым претендентом на пост президента стал Нурлан Ауиспаев, который выдвигается от Общенациональной социал-демократической партии. О том, как будет проводиться электоральная кампания, мы сегодня обсудим вместе с экспертами в нашем ток-шоу «Итоги», который начнется сразу после выпуска новостей. Исторической справедливостью назвали возвращение празднования Дня Республики. Участники диалоговой площадки Ол-Ток-Мудде политические реформы, вопрос дальнейшего укрепления независимости Казахстана обсудили известные политологи, государственные и общественные деятели. Глава Сената Маулен Ашимбаев напомнил об особом значении декларации о государственном суверенитете. Напомню, этот документ приняли 25 октября 1990 года и он стал правовой основой независимости нашей страны. Спикер заявил, что еще одну важную дату, 16 декабря, нужно воспринимать как день, как дань памяти и уважения к истории. Говорили также на встрече о предстоящих изменениях политической системы, об укреплении баланса ветвей власти. По вопросам законодательного обеспечения проводимых реформ, парламентарии намерены чаще консультироваться с экспертным сообществом. «Когда говорим о независимости Казахстана, мы всегда должны подчеркивать роль и значение декларации о государственном суверенитете. Роль этого документа фундаментальна, в то же время важно помнить и чтить все судьбоносные даты и события. Так мы формируем объективное представление о нашей истории». Как известно, в этом году впервые день республики в Казахстане будет отмечаться как национальный праздник. На протяжении последних 13 лет его вообще не отмечали. А между тем, 25 октября по праву считается началом отчета на пути к независимости республики. Подробнее расскажут мои коллеги. 25 октября 1990 года Алматы. На этих кадрах на расширенном заседании 360 депутатов Верховного Совета Каз СССР принимают исторический документ – декларацию о государственном суверенитете. По сути, это был первый шаг республики на пути к своей независимости. Государственный деятель Казахстана Брганы Майтимова, в то время работавший председателем Комитета Верховного Совета по делам молодежи, с особой теплотой вспоминает день принятия декларации. «Когда это было принято, это был первый документ, который вдохновил всех нас. И вот мы почувствовали, что вот-вот-вот наша независимость очень близка. Потому что потом уже, когда разрабатывалась Конституция как основной закон, вот все, что было определено и проголосовано и принято в декларации о суверенитете Казахской ССР, вот тогда это вошло в эти важнейшие законы, основополагающие нашей страны и нашего народа». Декларации, помимо провозглашения суверенитета Казахской СССР, были прописаны политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. «Это определение территории, то есть земля, определение границ, это язык, как язык для того, чтобы все друг друга понимали, с уважением относились. И это, конечно, единство в нашем обществе. Это многонациональный характер, моногонфессиональный характер и правильное определение изначально, чтобы не было внутренних таких, знаете, революций, не было бы внутренних гражданских столкновений». В документе также был провозглашен принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных проблем. Казахстана получила право на создание собственных внутренних войск и правоохранительных органов, а президент признавался руководителем страны, главой административно-исполнительной власти. «В тот период уже зрело в обществе, зрел вопрос о принятии независимости в целом республике Казахстан. И вот это то, что наши депутаты приняли решение, это не келейное решение депутатов Верховного Совета, это в целом было веяние и желание казахстанского общества о том, чтобы такое постановление Верховным Советом было принято». В 2001 году 25 октября включили в перечень государственных праздников, однако чуть позже его упразднили. Возродить День Республики предложил действующий глава государства Касымжом Артакаев, и с этого года этот день отмечается как один из главных праздников суверенного Казахстана. Ратмира Убакирна, Замгульку Муспаева, Нурлан Магеддинов, Хабар. Каныш Садпаев. О таких людей говорят, он не сын отца, а сын народа. Он стал первым среди казахов профессиональным горным инженером-геологом. Ученый всю свою созидательную жизнь посвятил созданию большого Жесказгана. Благодаря его трудам Казахстан стал известен как одна из самых богатых стран по запасам полезных ископаемых. В недрах казахской земли есть все элементы таблицы Менделеева. Именно Садпаев стоял у истоков создания карты полезных ископаемых. За эту работу в 1958 году группу ученых наградили Ленинской премии. А в начале Второй мировой в СССР возник острейший дефицит марганца. И Хан Шамонтаевич предложил освоить в местности ЖСД ранее обнаруженные запасы марганца. Рудник был построен в течение 40 дней. И уже в начале лета 42-го уральские заводы работали с добытым сырьем. Коллектив тогда получил сталинскую премию. Имя первого президента Академии наук Республики Казахстан увековечено на земле и в космосе. Казахстан умер, Таныш Садпаев на 1965 году, но за свою недолгую жизнь он внес в развитие республики огромный вклад. Он был геолог, и он занимался этим. И Джисказган, это вот его детище, на котором он работал всю жизнь, начиная с того, как он закончил институт. Он добивался того, чтобы Джисказган стал одним из самых главных бессторождений меди. Он там только не замыкался на поисках месторождения, на разведку Джисказганского месторождения. Он проводил комплексно. Сейчас в геологии есть понятие комплексное исследование. Это означает, надо изучать все, что есть. Не только медь, там и свинец, и цинк, и золотое серебро, и рений, и есть осми. Когда мы говорим о Садпаев, мы говорим о науке в целом Казахстане. Он организатор науки, он первый создал Академию наук, а тогда роль Академии была очень высокая. Садпаев как президент Академии был членом правительства. И все стратегические задачи, все тактические вопросы правительства обсуждались с присутствием Садпаева. Еще об одной исторической личности, внесшей особый вклад в становление государственности Казахстана, в этом году исполняется 107 лет со дня рождения Жумабека Ташенова. Знавшие его вспоминают, что он неустанно трудился на благо народа, был квалифицированным руководителем и благородным человеком. Жители Южного региона высоко оценят деловые качества государственного и общественного деятеля, потому что последние дни своей жизни он провел там. Сейчас имя Жумабека Ахметовича носит две школы в Туркестанской области и одно высшее учебное заведение в Шемкенте. Также его именем названа улица, а в парке установили памятник. Ветераны образования хорошо знают, что Ташенов выступил против идеи Центра об отделении пяти северных областей Казахстана от республики. Поэтому они предлагают информацию о его подвигах включить в учебники. Отправить тогда Ташенова в Южно-Казахстанскую область было политически важно. Они рассчитывали, что он не найдет здесь поддержки. А получилось наоборот. Южный регион встретил Ташенова как своего. И пока мы не будем вносить биографию таких известных личностей в учебники, то про них знать никто не будет. Проблемы дошкольного образования обсудили педагоги и зарубежные эксперты. Сегодня в столице стартовала 13-я международная научно-практическая конференция Назарбаев интеллектуальной школы. На протяжении двух дней для учителей будут организованы разнообразные секции с зарубежными экспертами из 15 стран мира, среди которых Финляндия, Великобритания, Корея, Эстония, Сингапур. Во время форума участники поговорят также о создании дружелюбной дошкольной среды, инклюзивном и персонализированном обучении, а также внедрении искусственного интеллекта в процесс. Задача объединения педагогической науки и педагогической практики на самом деле, потому что вы знаете, что педагогическая наука, она способствует развитию школы, а для того, чтобы она развивалась дальше, они должны понимать, что происходит на самом деле на практике. Выступает 120 спикеров, будет 50 заседаний секции, будет 4 пленарных заседания, будет выступление очень интересное, будут выступать практики и ученые. В этом году конференция посвящена раннему образованию. Это действительно важная тема. Многие думают, что работать с маленькими детьми легко, но на самом деле это большая ответственность. Это требует больше ресурсов, чтобы помочь детям получать разностороннее образование. В столице сегодня представили сборник 550 казахских пословиц и поговорок на венгерском языке. Пословицы и поговорки охватывают 8 основных тем, таких как семья, труд, гостеприимство, дружба, бедность и богатство, рождение и смерть. Примечательно, что некоторые из них имеют свои аналоги слово в слово и в венгерском языке. Составитель книги известный венгерский литератор Ференс Бут, который занимается исследованием казахской культуры и обычаи на протяжении более 30 лет. Ранее он перевел казахские народные сказки. На встрече также была представлена еще одна книга, иллюстрированная энциклопедия гунов, в которой собрана информация о происхождении, расселении и истории гунов вплоть до начала 20 века, а также о выдающихся личностях. Она рассчитана на детей. Последние выпуски в Алматинском аэропорту заработали 8 терминалов самообслуживания под названием Айжан. Теперь пассажирам отечественного лоукостера FlyerStan не придется тратить время в очередях. Процедура саморегистрации займет всего лишь 2 минуты. Сервис Айжан доступен на внутренних рейсах. Терминалы работают круглосуточно. На презентации пассажирских терминалов побывала Карл Гашминаякова. FlyerStan стала первой авиакомпанией, установившей в Алматинском аэропорту киоски саморегистрации. Пассажиры могут быстро и легко пройти регистрацию на рейс, и взвесить багаж. Сервис позволяет пассажирам экономить свое время. Айжан создан с одной целью – облегчить пассажирам пребывание в аэропорту. Киоски саморегистрации будут установлены в 13 аэропортах Казахстана до конца года. Сейчас самостоятельная регистрация доступна на внутренних рейсах, в будущем такая услуга появится и на международных линиях. Алматинец Мурат Алмагабетов стал первым пассажиром, прошедшим самостоятельную регистрацию. И как первому клиенту сервиса Айжан, авиакомпания подарила ему годовой абонемент на бесплатные перелеты внутри страны. Перелеты в Хайлстан годовой абонемент. Поздравляем вас еще раз. В обычное время мы стоим в очереди. Бывают большие очереди, там по 20 минут, по 15 минут. Благодаря такому киоску мы прошли буквально за минуту-две, ввели свои данные и все, распечатали билеты. Пассажирам нужно время на знакомство с терминалом, поэтому до конца года они будут пользоваться им бесплатно. 1 ноября услуги Айжан станут доступными и для жителей Астаны. С января 2023 года регистрация в терминале Айжан станет платной. Важно отметить, что пассажирам всегда доступна бесплатная онлайн-регистрация через мобильное приложение FlyArustan или на сайте Карлы Гашмина Якова Кинджи Амраев, Хабар, Алма-Аты. У меня на этом все. Отмечу, наши выпуски можно посмотреть на сайте телеканала Хабар, на YouTube-канале и в социальных сетях Facebook и Instagram.